Всем огромный привет! Вы не поверите, но я прохожу мимо студии макияжа. В студии, я так понимаю, здесь учатся, девочки. Сейчас попробую найти вход и, быть может, мне сделать макияж. Ну что, ребят, мне очень повезло, потому что я попала в школу макияжа, итальянскую школу мейкапа. Там ученики и меня настоящий мастер, я так понимаю, преподаватель, согласился накрасить. Стоит это 45 евро. Я попросила яркий цветной смоки, но не черный. Такая вот косметика, кисточки, видно, что все чистые, профессиональные, очень все аккуратненько. У меня еще усложняется тем, что у меня малярия вскочила. Если хочешь поставить там, то хочешь поставить там? Я чувствую, что сейчас будет то же самое, что со стилистом в Дубай. Брутальным. У нас не принято, чтобы лизажиристы были такими брутальными мужчинами. Либо очень. Эксполируйте. Окей. Ой, мы... Короче, это какая-то наждачка для лица. Такая прям жескачет. Никогда у нас такого не видела. Блин, у меня реально шелушится кожа еще. Вот эта малярия, я не буду вам крупненько показывать. Это как всегда кто-то ест. Но она прям такая. Видите, вот тут еще шелушинки. Ой, волосики подкалывают. Ну, елки-палки. Как мило. Это чтобы уж не передавились, что ли. This is primer? Oh, this is just moisturizing cream. Угу. Наносим увлажняющий крем. Причем тоже со спателя. For a perfect glow in the shade. Угу. Because with social matte, there's no more... Для сияния кожи, потому что матовая, когда слишком некрасиво. Мне кажется, мне так очень мило. А теперь вот это ушко оттопыривается. This is primer. Most moisturizing primer. Что интересно, это же школа макияжа. То есть здесь, собственно, зарабатывают на обучение. При этом, мало того, что совершенно не против, чтобы я все снимала, все готовы мне рассказывать пошагово. Представляете, все пояснять. Все просто шикарно. Очень приятно. Мне кажется, это нормальное, ну, цивилизованное отношение, да? Ты видишь, что тебе наносят, зачем это происходит. Можешь что-то уточнить, а не так, что, типа, хочешь знать, что за структуру. Тебя втирает в лицо, плати дополнительно. Так, сейчас мы будем... This is concealer? Just foundation. Цвет кожи мы определяем. Почему под руки? Is my color of hand? Yeah. But not your color of neck. Yeah, the neck, but the under color, because you are very red. The under color we can see better here. Okay, I understand. But, of course, you are very light. Короче, вообще, надо подбирать под лицо шин, так как я сейчас цвета помидора, очень красная, потому что мне сделали эксфолиатной салфеткой, ну, типа, удаление макияжа, удаление шелушинок. Because we have the same under color on the whole body. У нас цвет кожи одинаковый по всему телу, по всему лицу. Let me see. Okay, see that? Perfect. Ciao! Вот так вот нанесение происходит. Ciao! Сейчас будем наносить консилер на покраснение. Это была основа. Консилер будет сверху точечно. Он такой зеленоватый, прям хаки. Заметив, что тушь мне тоже не снимали. То есть, его, по ходу, разогревают таким способом отстрения. Да, потому что, если мы поставим зеленый, то мы должны корректировать зеленый. Угу. Не могу себе держать за дорогу. Проверили, совпадает ли цвет. The same color, yes? Anyway, we go deeper on the neck. No more redness. Yes. Красивый цвет получился. Don't touch my nose. Okay. Все, смотрите, как все происходит. Первый раз вижу основу именно, которая находится в шайбах, как консилер. This is for eyes? Yeah, this is a консилер. This? This is powder? Yeah. Даже видите, отсыпают в крышечку. Никаких тебе пуховок на лицо. This is yellow and white. Бундра, видите, белый. Just to get the right color. Да, чтобы получить нужный цвет, мы смешиваем желтого и белого. Вот так. Вот здесь вот. Сейчас, смотрите, между разными этапами протирают досточку. Вон, биодерма, мицеллярка. И вот так вот, украденько, чтобы не смешивались текстуры. Не это понимаю. Не понимаете? А почему порой? Why in Russian? Just a few words. This is corrector? Corrector, foundation, contouring. Contouring. То есть, видите, такие темные цвета. Честно говоря, как у хирурга при операции. Продолжение следует... Кстати, видите, у меня начало лоб краснеть от кислоты. У меня, на самом деле, очень капризна кожа. Просто если мне не понравится степень жесткости ворса, она начинает адски краснеть. What price of studying in your school? What price of studying in your school? Depends. Depends, because the first level is 2,600 euros for the first level. 2,600 euros. 2,600 euros стоит первый уровень обучения на визажистов в этой школе. 200,000 рублей практически. And the second level? That is. It is more... 300,400. 3,400. The second level is more professional? It's for bridal, it's for fashion, for TV. 3,400. 400. 3,400. Вы представляете, второй уровень обучения. The second level is only after the first level? Only after the first level. То есть на второй вы можете пойти учиться только после прохождения первого. Второй стоит 3... Сколько там? 3,400 евро. То есть это 250,000. And for studying, you give all cosmetics or... The deeper brown or the black? Which one do you prefer? Green. Green? Yes. It's for adage. В общем, для макияжа мы можем выбрать как основу черный, темно-коричневый и темно-зеленый. Я выбрала зелененький. Обучение обалдеть. Представляете, сколько денег стоит? То есть если вы хотите обучиться на второй уровень, вам нужно пройти первое сначала. И в районе полумиллиона отдать. Но выдаются кейсы косметики. Я так понимаю, без возврата. То есть вам вот это, вы на них учитесь, скорее всего. Оставляйте себе. Короче, это очень дорогое удовольствие оказывается. Поэтому цена здесь, получается, макияж стоит 45 евро. Deep green. Yes? Окей. Темно-зеленый. Видите, такой он почти черный. В сравнении с укладкой макияж в два раза дороже примерно. Теперь я понимаю, почему. Look at me. Open. Close. I open or close? No. At the beginning, you have to open. Yes. Just take the measure and then close. Then you can keep it open. Because I have to check. Для начала нужно открыть, потом закрыть, потом опять открыть, чтобы проверить форму. Я поняла, что мне проще переводить все в процессе, чем потом писать текст с переводом. What color we need? This is for the center, I think. Okay. And then we can use some pop. This and some other. Okay. Do you want to use school hair for Instagram? Yes. I could add you in my stories. Do you want more strong or is okay? It's okay. Maybe some a little bit darker. Yeah, yeah, on the corner. Yeah, yeah, I'm going to do that. But I'm talking about the black ring. По интенсивности цвета, именно зеленого, достаточно. Не надо его ярче, темнее. Мы немножко сделаем темнее, я думаю, в уголках. Но зеленый оставим вот такой темный цвет. Я, кстати, заметила, что черный карандаш на водной линии, он круто подчеркивает темную окантовку радужки. Видно, что вокруг центра глаза есть темная окантовка. Глаза более контрастны. Маскара. И реснички красятся также вот так, на шпателе, потом чисто кисточкой. Окей. Это профессиональный космейк. Да. И этот брус? Угу. Это странно, но это очень легко использовать. Угу. Для брус? Да. Немножко бородил вам в ленту. Ты главный преподаватель? Главный визажистец в школу. Скажите, это информативно поворачивает на полсантиметра туда-сюда голову. Сколько прелепла? Летний пункт черного. Он притягивает и потом приходит... Сама? Он притягивает и потом приходит. Ой. Попробуй. Окей. Когда ты делаешь пункт маскара, никогда не притягивай, потому что он скрылит. Не надо, если там что-то шляпнуло, пока оно влажное, кремовое, ничего с ним не делается, оно размажется. Подождите несколько минут, так оно засохнет, и тогда можно вообще ей смахнуть. Две секунды делов. Поющего визажиста у меня еще не было. Убрасываешься в таком случае? Да. Блаж. Да. Румянки. Какой интересный способ. Посмотри, довольно большая плащечка прокрашивается. Хоть и очень легко. Мы используем твоя красота. Так что я делаю同じ цвет, так что ты перфекируешь. Я обычно румяна наношу прям локально очень. Здесь, видите? Потому что у тебя очень длинные липы. Вы понимаете, это по-русски. Я добавляю немного губы, но раньше... Такие очень сухие губы у меня, это правда. У меня вообще кожа капризная. Конечно, треш-обзоры. Прямо скажу, я не родилась с точки зрения состояния лица для этого всего. Потому что от каждого чиха я обычно бурого цвета. Это губы тоже бальзам. И все это как бы сильно не помогает. Но потому что у меня сухие губы, помада ляжет коряво. Поэтому он предложил использовать блеск и карандаш. Сейчас посмотрим. Надо сделать демакияж, видимо. Демакияж рук. Хорошо, смотрите. И наносим блеск. Кстати, тоже такой мой любимый цвет. Хотя я даже не обговаривала цвет губ. Майк. Обратите, пожалуйста. Обратите, пожалуйста. Обратите. По-моему, растушевывать будем. Класс. Да, арт-сейф. Попросилась его поярче холостом. С глазами. Да. Ну что, встретились мы с Олей после моего макияжа и укладки. Я испугалась из-за укладки, когда Алена вышла. Я стою по точке, смотрю, как она должна выйти. И прям стою на углу переулка. И тут кто-то такой, я здесь. Показывала ей своего визажиста, брутального мужчину. Это еще его бицепсы в кадр не пролезли. Говорю, у меня местами ощущение было, ну реально, вот я смотрю в кадр, как он меня красит. И знаете, у меня такое впечатление, что мы сейчас будем целоваться. Но думаю, блин, а вдруг он по-русски понимает и поймет мою шутку. Но неудобняк получится, короче. Слушай, он тебе очень красивый макияж сделал. Да. Он, конечно, не перебил дубайский макияж. Это мой самый любимый из всех, где макияж в Дубае. Но он прям очень красивый. Он видел, в каком ты пальто пришла? Не, я попросила зеленый. Что-то у меня было зеленое вдохновение. Цвет настроения зеленый. Мне тоже очень понравилось. И процесс, и стерильность, и чистота кисточек, шпательки. Все одноразово. Ничего, ничего. Ну и приятный визажист, что там говорить. И очень внимательные отношения. То есть никаких тебе вот туда, вот туда. А максимально все такое. А у меня все на рогу крутил, вертел. У меня же иногда казалось, что ему просто нравится за голову мою держаться. Потому что, ну это реально не очень информативно. Просто вот брал, и мы вот так вот делаем. Но макияж мне понравился. Сегодня прям какой-то удачный день. Я не знаю, я тебя пардываю под свой макияж. Ну да, и вернуться туда. Все, ребят, мы с вами прощаемся. Сейчас пойдем искать, где поужинать. Я, кстати, ела в последний раз часов 8 назад. Всем пока. Я в дороге к тебе с букетом в руках. Еду зайцем прямиком к твоему сердцу. Уже не важно, где меня не гложет страх. Тебе от меня никуда не деться.